привет друзья любите вкусные завтраки на кто их не любит начало дня должно быть вкусным и сытным давайте сегодня приготовим очень классный завтрак с яблоками а именно пожарим на сковороде очень аппетитные оладушки с яблоком изюмом и грецкими орехами получится очень вкусно и надеюсь вам покажется это сочетание интересным а еще польем все это аппетитным лимонным сиропом друзья присоединяйтесь подписывайтесь на мой канал я делюсь с вами любимыми проверенными рецептами впереди много интересного ингредиенты для оладушек мука 2 яйца соль молоко грецкие орехи 2 яблока сахар корица изюм и разрыхлитель тесто перед тем как приступить к готовке убедитесь что все ингредиенты комнатной температуры если не успели достать яйца заранее просто прогрейте их под строю горячей воды а молоко нагрейте на плите взбиваем яйца с сахаром можно венчиком или миксером превращаем их воздушную массу сахар практически полностью растворился понемногу вливаем теплое молоко чтобы оладьи получились достаточно пышными лучше немножечко его нагреть и буквально чуть-чуть к просеянной муке добавляем молотую корицу я всегда добавляю чуть больше потому что очень ее люблю она придает пряность и аромат делает аромат оладушек поистине волшебным помимо корицы отправляю к муке одну чайную ложку с горкой разрыхлителя тесто хорошо все это перемешиваю венчиком и не забудьте про щепотку соли соль усиливает вкус и аромат оладьев это очень важно всыпаем муку через сито небольшими порциями чем чаще просеиваем муку тем лучше она насыщается кислородом и это очень положительно скажется на качестве наших оладьев смотрите каким получается тесто масса по консистенции близко густой сметане то есть тесто не должно быть жидким как на блинчики но и не слишком густым она не должно комковаться признаюсь честно иногда я всыпаю 220 грамм муки иногда 230 или даже 240 все зависит от сорта муки от фирмы производителя поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста я решила немного поэкспериментировать и добавить в тесто грецкие орехи получилось очень интересное сочетание но перед тем как их использовать лучше сначала их слегка прогреть буквально несколько секунд на сковороде без масла именно обжаренные орехи становятся хрустящими раскрывают свой ни с чем не сравнимый аромат можно измельчить их комбайне или мелко порубить ножом грецкие орехи это отлично но давайте добавим еще и изюм он очень вкусный сладкий и благодаря ему не пришлось сыпать в тесто слишком много сахара потому что именно изюм придает и естественным образом необходимую долю сладости нашим оладьям его лучше предварительно запарить заливаем 2 столовые ложки изюма кипятком буквально на одну минуту после этого я сразу опускаю изюм в холодную воду или промываю его под краном таким образом он остается целенькими не разваривается обваляю его в небольшом количестве муки так он лучше распределиться по тесту все почти готово осталось добавить только яблоки лучше взять яблочки с легкой кислинкой для контраста сами посудите кисло-сладкие яблочки грецкие орехи сладкие изюми сладкое тесто очень интересное сочетание чистим яблоки от кожуры и семян и нарезаем небольшими кубиками можно натереть их на крупной терке но только не трите на мелкую терку потому что они буквально растворяться в тесте и вы не получите должного удовольствия от таких оладьев ух какое насыщенное тесто так как здесь есть разрыхлитель даем ему постоять 15 минут при комнатной температуре чтобы оно подошло друзья поддержите это видео лайками нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые вкусные рецепты на моем канале всем заранее огромное спасибо напоминаю что новые видео выходят каждую неделю важное замечание перед жаркой не беспокойте тесто размешали один раз и достаточно когда будете выкладывать его на сковороду просто берите ложкой с краю и больше не перемешивайте это правило действительно работает я на практике заметила что первые оладушки получается намного пышнее чем если постоянно перемешивать тесто перед тем как выложить его на сковороду жарить нужно в большом количестве растительного масла до золотистого цвета с каждой стороны как только подрумянится переворачиваем и на этом все если перевернули на вторую сторону оладушку можно доставать больше мы не переворачиваем потому что они впитают слишком много масла после того как все оладушки пожарились я складываю их сковороду и накрываю крышкой буквально на 5-7 минут потому что все-таки внутри они не доходят сразу после жарки и лучше чтобы они немного постояли я очень люблю вот такие крышки через них выходят лишний пар это не позволяет оладушкам отсыреть все они в принципе готовы уже дошли как снаружи так и внутри после обжарки перекладываем оладушки на бумажное полотенце она впитает весь лишний жир смотрите они получаются достаточно пышные очень нежные внутри тесто пропеклось равномерно кусочки яблок и изюм орехи которые приятно хрустят просто идеальные оладушки очень очень вкусные думаю что идеальным сиропом для наших оладьев будет именно лимонный сироп с ванилью сироп готовится очень быстро и легко вливаем сотейник сок половины лимона и нагреваем на среднем огне отправляем сюда 2 а лучше 3 столовые ложки сахарной пудры можно использовать сахар но сахарная пудра быстрее раствориться после этого все перемешиваем и еще немного нагреваем уменьшаю огонь и отправляю сюда одну чайную ложечку ванильной эссенции ее можно заменить на ванильный сахар нагреваем постоянно помешивая около 30 секунд и после этого выключаем огонь после остывания сироп немного загустеет какой же удачный этот лимонный сироп оладушки в сиропе просто замечательные сироп их дополняет они такие вкусные еще сочнее чем есть на самом деле замечательный завтрак я очень рекомендую вам их попробовать приготовьте и оладушки и сироп поделитесь впечатлениями в комментариях под видео и желаю всем вкусный завтрак пусть ваш день начнется с этих замечательных оладьев они подарят вам море вкусовых впечатлений и положительных эмоций желаю всем добра и до очень скоро